Начальник генерального штаба Цахала Герцега Леви провел на северной границе встречу с командирами резервных частей, призвав готовиться к войне. Тем временем армия обороны продолжает боевые действия в Газе. За минувшие сутки ВВС Цахала провели серию операций на территории Анклава. В ходе атак были нанесены удары по нескольким подземным объектам инфраструктуры, военным зданием и стартовым позициям Хамаса. Военнослужащие ликвидировали несколько террористов, включая командира разведчиков. В Норвегии объявили бойкот Израильскому университету из-за войны в Газе. Принято решение заморозить программу обмена студентами с Хайфским университетом, а также отказать от написания новых соглашений о сотрудничестве с израильскими вузами. Два члена Совета директоров, участвовавших в заседании в Осло, предложили объявить академический бойкот Израиля в целом, но их инициатива была отклонена. Отмечается, что приостановка соглашения об обмене негативно повлияет на научное и следовательское сотрудничество. Министерство обороны Израиля одобрило закупку более 200 бронемашин для отрядов гражданской самообороны в районах, где зафиксирован высокий уровень угроз безопасности, в том числе и в Уиде и Самарии, территории сектора газа и на Ливанской границе. Общая сумма закупки составит около 150 миллионов шекелей. Задачей данного проекта является повышение защищенности населенных пунктов и подразделений территориальной обороны, а также обеспечение оперативности реакции на инциденты, связанные с безопасностью. Автомобили будут закуплены у двух местных производителей и доставлены в ближайшее время. Таким образом, это соглашение способствует поддержки местного бизнеса.